В 2018-м из мест лишения свободы вернулось около 2,5 тысяч граждан. В первый же год около 730 из них совершили преступления повторно. Ольга Ивановна, как бы вы постарались объяснить такую достаточно весомую долю рецидивов? Любое событие в жизни человека – это стресс. И освобождение, каким бы оно ни было долгожданным для осужденного, это тоже стресс. Потому что приходит понимание, что завтра у меня поменяется жизнь, и вместе с тем возникнут новые сложности. Потому что все закономерно. В местах лишения свободы у осужденного структурирован его день. Он знает, что будет сейчас, что будет через час, что будет завтра. Его базовые потребности удовлетворяются администрации. Он уверен, что утром ему будет завтрак, обед, ужин будет. Будет его обеспечить необходимой одеждой администрации, медицинское обеспечение при необходимости ему будет предоставлено. Ему будет предоставлена работа. Налажены за время отбытия уже какие-то межличностные отношения. Человек себя чувствует комфортно. Еще вчера за меня решали что-то. Мне предоставляли какие-то блага необходимые. А сегодня мне приходится принимать решения самому. И в голове у человека могут возникнуть вопросы, что же будет завтра, где мне найти работу, как мне наладить отношения с близкими, с друзьями, с сотрудниками правоохранительных органов. И зачастую у человека нет ответов. И это все вызывает у него тревогу. Хорошо, если рядом есть близкие люди, которые подставят плечо. Хорошо, если у человека есть мотивация к ведению законопослушного образа жизни. Если есть внутренний стержень. А если этого нет, то у человека очень высокий уровень тревоги. Его зачастую заставляют опять совершить преступление. И он не боится вернуться межсотолшения свободы. Потому что там все ясно, там понятно. Там у него есть будущее. Он знает, что будет завтра у него. Другими словами, та долгожданная свобода оказывается настоящим испытанием. Но мы ведь с вами знаем, что механизм социализации осужденных на государственном уровне достаточно хорошо отточен. И варианты работы предложат, и с жильем помогут. А всем ли эта самая работа и новая жизнь нужна? В психологии есть такое понятие, как феномен выученной беспомощности. Так вот, люди, которые длительный срок, 5-10 лет отбывают в местах лишения свободы, зачастую эта выученная беспомощность очень ярко проявляется. Человеку не надо думать, что с ним будет сегодня, завтра, послезавтра. За него уже думают. Когда осужденный освобождается, он встречается с трудностями, и они его пугают. Ему проще назад вернуться, чтобы за него опять решали, чем принимать какие-то ответственные решения и брать ответственность за свою жизнь. И бывают совершенно другие примеры, когда в процессе отбытия наказания осужденные, наоборот, стремятся получить тот багаж зданий, который предоставляет им государство. А вариантов много. Кстати, вот какие из них? Если у человека нет образования, получение образования, базового, среднего, есть даже возможность получить дистанционно высшее образование, освоение профессора, которые востребованы на рынке труда. В учреждениях, например, открытого типа, осужденные в обязательном порядке должны быть трудоустроены. Администрация предлагает усилия и трудоустраивает осужденных. В моей практике были случаи, когда осужденные, например, меньшане, которые имели жилье, оставались в городе Гомеле по месту своей работы. И работодатели снимали для них квартиру, помогали их семьям переехать в город Гомель, потому что работодатель был заинтересован в квалифицированном работнике. И действительно, право на новую жизнь есть у каждого. Другое дело, воспользуется ли человек этим правом? Как считаете, эффективной социализацией осужденных будет в каком случае? Если у человека сформировано желание, сформирована мотивация к ведению правопослушного образа жизни, государство даст ему эту возможность, он может взять эту возможность. Но опять-таки, это все зависит от человека. Надо самому взять, надо приложить хотя бы минимальное усилие тому, чтобы построить дальше свою правопослушную жизнь. За него это делать в условиях свободы никто уже не будет. Ольга Ивановна, спасибо за это интервью, успехов в делах и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин